Должен предупредить, у меня нервы в ужасном состоянии, поэтому вам лучше уехать сразу. Я не уеду. Спасибо. Вас не предупреждали, что я болен всеми нервными и психическими заболеваниями? И ещё тремя. Неизвестными до сих пор, нет. Предупреждаю. А я вам не говорю, что дело иметь со мной невозможно. Так мы же первый раз увидимся. Памяти уже никакой. Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Идите, девочки. Но при этом бургомистр вольного города, избираюсь 17 раз подряд, пожизненно. Уехать не хотите? Прошу. Сейчас начнётся. Что? Каталепсия. А что это такое? Это как шизофрения, но хуже. Дорогой мой, кто вас просит драться с драконом? Как то? Весь город-то они мечтают об этом. Лучшие люди города просят, чтобы вы убрались. Я никого не вижу. Фельдфебель. Жить хочешь? Так точно мечтаю ваше превосходительство. Герои не видят людей. Ожидается вчерашнего вечера за углом. Прошу. Прошу. В прошлом году мы ставишь. Ого-го! Мы сами что-то сами поговорим. Все в один голос. Все. А вы? А я не уеду. Не подчинитесь воле народа? Это не народ. Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. Как один. Сами приехали. Сами хотят с вами попрощаться. Да? Да. Где ты там? О-о-о, это... Поговорите с каждым. Они ждут. Добрый день, я король, дорогие мои. Должен предупредить, гости мы, беспокойный, я страшный человек, тиран-деспот, коварен-капризен, злопамятен. Пей. Не пей. Почему? Вино отравленное. Какое? Отравленное. Что придумал подъезд? Тогда пей первый. Точно, вино отравленное. Зачем выбрасывать-то? Не хочешь, не пей, выли в бутылку и все. Где я теперь яд достану? Хорошего. Ну, в дороге вещь необходимая. Здесь, на чужбине. Стыдно, Ваше Величество. Ну, стыдно. Ну, яд при чем? Я не виноват. А кто? Дядя. Вот тоже так бывало в компании. Разговорится с кем попало, наговорит на себя с трикором. А душа у него тонкая, деликатная, легко уязвимая. Ну, а что потом не мучится, возьмет и, бывало, отравит собеседника? Подлец. Скотина. Я король. Просто король. Обыкновенный король. Небось знаете, что такое королевский дворец? Еще бы. Ну, я помню, как сейчас. Сижу. В субботу. Работаю. Ну, проверяю доносы министров друг на дружку. Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно. Со всякими безобидными выходками. Но я приказ свой не отменю. Почему? Потому что я самодур. Потому что сейчас во мне проснулась тетя родная. Дура. Неисправимая. Эй, вы там! Плавку палача и рюмку водки. Водку мне, остальное ему. Живо! Как почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства приступаю к таинству обрядов. Прощайте, Мэр. Навсегда. Задержать! Держать! Вы ее видели? Да. Блина куда ели держит в ногах. Загорелый ест, хорошо бегает, как мальчик. Ну, отойдите. А я-то здесь? Здесь. Влюблен? Отче. Кто-то, зная наших, мучается. Ужасно. Ах ты, так ему и надо, мерзавец такой. Капель! Быстрей, капель! Все равно каких! Ученик мой соскучал. Ну, вкрутик. Капли давай, сюда. Разбудил вам не тетч? Которую каждый мог убедить в чем угодно. Бедняжка 18 раз была замужем, не считая легких увлечений. Может, никакой любви нет на свете. Может, у принцессы ангина. А я мучаюсь. Папа! Он... он... Да-да, я знаю. Я подслушиваю. Дочка. Вот жалость. Уедем, уедем. Скорее, папа. Дочка, дочка. Со мной происходит что-то ужасное, доброе что-то. Такой страх. Давай подумаем. Может, не стоит его прогонять? Живут же другие, ничего. Ну, подумаешь, медведь. Все-таки не хорек. М? Мы бы его приучали. Причесывали бы. Он бы иногда нам поплясал бы. Ну, что-то, что-то. Я слишком люблю его для этого. Да? Прощай, не навсегда. Навсегда. Худите все. Худите. Кроме принцессы. Где ансамбль? Эээ... там. Один? А сколько? А остальные? Едут. Эээ... летят. Воспоследуют. А это кто? Где? Там. А это тренер. Ээээ... композитор. Дирижер. Лауреат и столичная знаменитость. Ну, сказать, это у нас самобранка. Для служебного пользования. Руками не трогать. Меню скромное, но питательное. Ванная и, так сказать, и прочие удобства. В гостинице за углом. Завтра получите пропуска. В удобство? Да, до 23. Как получится. А там. Располагайтесь. Готовьтесь. Отдыхайте. А потом милости просим на ученый. То есть на художественный совет. Ну, знаете, совершенно невоспитанный молодой человек. Это вы о ком? Сами знаете. А то вы с ним так кокетничали. Не понимаю. Песня о Снежинке. Это лучше. Но все равно, посмотрите, как он смотрит на Лену Игоревну. Это же просто неприлично. Ну, что это такое? Вы ведете себя неприлично. Кто? Вы. Мы слушаем вас. Слушаем, слушаем. Мне этот молодой человек очень нравится. Ну, знаете, здесь мы с вами не совпадали. Здесь мы с вами не совпадали. Понравилось. Я думаю, надо пригласить их на завтрашний вечер. Как? После того, что... А что, собственно, произошло? Вы что-нибудь заметили, Алена Игоревна? Я вообще не знаю, почему столь наивный поступок девочке вызвал такую реакцию Балон Митрофановича. Ах, она не знает! Балон Митрофанович, что с вами? Потому что, как вы сами убедились, Кира Анатольевна явно не способна. А я сейчас сделаю! То, что не смогла сделать, товарища Маханская. Вы забываетесь. Поэтому я считаю, что должен вопреки своей скромности оказаться на коне в этом здании. Вы с ума сошли! Раз, два, три. А-а-а! Ну, что я говорил, еще не вечер? Неужели здесь нет ни одного настоящего мужчины? Куда? Постой! Стой! Вот простота, а! Ванечка! Ванечка! Держись! О, долучай! Снимите меня отсюда. Ну, куда идти? Я вам тоже когда-нибудь помогу. Доктором станете. Без всякой защиты. Пожалуйста. Так, извините. Примерз. Ну, Жен. Как только меня утвердят директором, Я обязательно объявлю вам благодарность в приказе. К сожалению, в жизни дураки глупее, чем в сказках. Вот это по-сатаневски, с размахом. Саня, настойте. Иди, милая, иди. Ты меня слушай. Сейчас мое время. Это кто? Дед Мороз. Я же говорила вам, что в эту ночь сбывается самое несбыточное. Да. Да. Ну так вот. Очаровательница. Подождите. Отдохни. Что со мной? Милая, теперь будет все хорошо. Теперь все будет хорошо. Друзья мои! Вот мой жених! Загадывайте, товарищи! Загадывайте! Поскромнее, без запросов. В пределах допустимого. Можно одно желание на двоих. Аполлон Итрофанович, вы тоже можете загадать. Хорошо. По собственному желанию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!